Меня зовут Жуков Андрей, я социальный противоучитель и создаю новую профессию, профессию социального инженера. Ну а сюда я прихожу за новыми идеями, и это как некоторые, знаете, как УЗИ, да, то есть когда ты этого ребеночка вынашиваешь, вынашиваешь, а УЗИ это раз такой средств, да, то есть постоянно нужно сосредоточиться и упаковать очень коротко, да, и лаконично и доступно. Это очень сложно. Все, все, по-моему, желтенько. И формат анонса, то есть чтобы мы сразу понимали, как тебя слушать, вот под собой бывает. Под собой сам формат, еще раз скажу, он подразумевает под собой, что Андрей сейчас будет говорить об этом проекте либо в первый раз, либо в первый раз. Соответственно, сейчас он будет формулировать, он раньше никогда не формулировал о проекте, и нам на обратную связь, когда ты закончишь, мы тебе скажем, что мы поняли, что мы не поняли. То есть какую-то обратную связь про то, как ты донес идею самого проекта. То есть ты тренируешься говорить, а мы слушаем и готовы отдать обратную связь, чтобы было хорошо, чтобы мы хотелось, чтобы было усилено. То есть вот все про это. Я вот уже несколько лет ищу такой, как сказать, ниточку, за которую можно потянуть и распутать весь клубочек. У меня есть определенные наработанные авторские методики в области мышления и социальной инженерии. И я на базе этих методик создаю проекты, в основном это такие в области транспорта, в области транспортной безопасности, транспортной сохранности. И там эти проекты, они занимают лидирующие позиции не только в России, но и в мире по уровню проработки. Эта база позволяет разрабатывать более сложные системы. Например, сейчас я разрабатываю транспортную систему в Новосибирской области, а ее невозможно сделать отдельно от системы образования, культуры отношений. То есть транспорт в нашей жизни занимает довольно-таки значимое место. То есть с одной стороны мы все ходим, двигаемся, передвигаемся, и в среднем человек два часа тратит на передвижение. А с другой стороны, покупая какие-то продукты, товары, мы всегда там платим транспортную составляющую. И поэтому для того, чтобы реализовать, представляете, перестроить всю транспортную систему, приходится придумывать какие-то такие методы, как это можно в принципе сделать. Потому что простым указом, приказом, распоряжением решить это просто невозможно, нереально. И поэтому я сейчас ищу некоторую такую идею, которая помогла бы мне привлечь именно внимание к этому проекту. И на одном из наших клубах Андрей рассказывал про национальную идею. И это действительно такая задача важная. И вот сейчас я нашел, это не моя идея, это и у Старикова, которую я увидел. Но действительно она мне понравилась, и я уже под эту идею, я уже развернул все остальные сочные проекты. То есть суть заключается в следующем. Смотрите, любая живая сущность, если ее поместить в благоприятную среду, она начинает плодиться. Будь это деревья, трава, ну все что угодно, то есть, либо животинка какая-нибудь, или человек в том числе. В этом плане показатель, плодиться не плодиться, да, это некоторый показатель, а благополучно вообще, или не благополучно, та среда, в которой она находится. И если посмотреть на нашу историю, то есть у нас сейчас это проекта 140, в то время, и мы за последние 20 лет особо-то не прирастаем, а только убываем. Серьезно, китайцы за это время прирастут сильно, исламские соседи тоже сильно вырастают, в Африке находятся полтора миллиарда людей, то есть они растут, но не растут. В этом плане задача такая, то есть я создаю предприятие, которое изначально проектируется под конкретную задачу, чтобы русским стал миллиардом. То есть это цель измеримая, поскольку есть количество русских, да, это не национальный признак, это признак именно цивилизации. То есть русская цивилизация, она всегда отличалась от всех остальных цивилизаций, то есть с одной стороны она не проявляла себя агрессивно, но с другой стороны она, конечно, ни разу от кого полностью не верла. Даже если вы вкатать в асфальт катком, да, она всё равно будет в сумочку подать. И это особенность этой цивилизации, вот. И задача, собственно, какая? То есть создать предприятие, которое будет под это разрабатывать специальные инструменты. и миллиард, это всех тех, кто представляет себя русской цивилизацией. Это и чеченны, и наши братья с востока, да, именно про них говорили. То есть это не по национальному признаку, да, не по признаку антропологическому, как там Гитлер мерил с рулеткой черепа, да, вот. Смотрите, мы смотрим на качество человека. То есть мы разбираемся, а какими качествами обладает человек, чтобы его можно было отнести в русскую цивилизацию. Это примерно, допустим, ну такой, с чем приходится сталкиваться. Заходишь в Википедию, выбираешь социальную инженерию. И в английской культуре это способ взламывания сайтов и манипуляции людей. То есть для их культуры это является нормальным. То есть если ты можешь избить какого-то собеседника, и ты сильнее, следует ли на прикрупцию. Если ты можешь подчинить другого человека, следует ли на прикрупцию. Но с другой стороны, если посмотреть обсуждение, которые в той же самой Википедии лежат, то русские просто визжат там от ярости, кричат, ну вы что, социальный инженер, то есть это же никакой не взлом, причем здесь хакеры, нас это не устраивает. Вот. И почему? Да потому что для наших качеств, наших, я говорил про русских, ну как-то неприемлемо, что кто-то приходил и тебя взломал. То есть это внутри вызывает бурю протеста. И поэтому, смотрите, необходима классификация качеств человека, и мы тогда можем уже четко параметризировать количество, и по качествам людей мы можем понимать, что это к русской цивилизации относится, либо к не русской, либо к что-то другое. И сразу же возникает такой вопрос, а если у тебя это качество маленькое, а тебе нужна большая, где его взять? Это уже своя система образования. И то, что у нас сейчас в системе образования происходит, практически она выховачивается. То есть там есть какие-то качества, которые направлены на развитие ума и развитие памяти. То есть в принципе готовят хороших исполнителей. Творческое мышление губится. Если, когда я учился, для нас было важно убедить преподавателя в том, что ты знаешь, и воспитывались качества коммуникации, и люди, которые даже имели тройки и двойки в жизни, ну, моё поколение, они иногда достигали больших результатов, нежели чем те люди, которые учились на 5 лет. И как только мы выходим на образовательную систему, в которой ты можешь, во-первых, разобраться, какие качества у тебя сейчас присутствуют, и понять, а какое качество отражается в жизни, где оно применяется, и как оно влияет на твою жизнь, то тогда, в принципе, появляется возможность подобрать себе качество. То есть, как, знаете, сейчас в этих компьютерах облачных заходишь в магазин, где продаются какие-то программки, гаджеты, и выбираешь себе программки, которые тебе нужны из этого магазина. Вот то же самое и здесь. То есть, ты выходишь и говоришь, ага, тебе какие качества нужны? Вот такие, какие-то, какие-то. Ты выбираешь себе и тем самым программируешь себя. То есть, это некоторое такое социальное программирование. И отличается оно от того, что сейчас существует, тем, что ты решение принимаешь сам, какие качества тебе нужны. А сейчас через телевидение и прочие другие системы программирование населения, оно так же происходит. Просто кто-то решает. где-то, непонятно зачем, решает, какими качествами я должен обладать. А мне, как представителю русской цивилизации, у которого есть качество свободы воли, мне это не нравится. Я не против программирования, но я хочу понимать, что, собственно говоря, я программирую. Зачем это? Мне не надо. И в этом плане это уже технологии следующего поколения. То есть, это организация, которая будет обладать самыми современными технологиями. То есть, предыдущие технологии – это программирование компьютеров и через компьютеры программирование сообществ. Сейчас ни одна серьезная организация без автоматизации из себя вообще ничего не представляет. Сейчас практически все крупные холдинги и корпорации всю свою силу и мощь, они делают только за счет автоматизации. Это позволяет мобилизовать людей в какую-то одну сторону. Но при этом обратная сторона, они при этом вообще никак не спрашивают, люди, а как вам, собственно говоря, как вы чувствуете себя при этом? И очень много, даже не только среди исполнителей, а среди менеджеров, выгорания. Понимаете? То есть, когда человек приходит, он обязан включаться в какую-то кем-то запрограммированную систему, он начинает в ней работать, но при этом система не учитывает его состояние, он просто выгорает. И эти менеджеры сейчас используются как расходный материал очень часто. из десятков сотен менеджеров доходят до верхов лишь единицы. И то это очень часто люди либо с какой-то врожденной такой невероятной харизмой, за счет которой они проходят, на них качества определенные или упражненные. Либо циники, которые подстраиваются под эту систему и идут просто-напросто. И поэтому задача, собственно говоря, на нашей территории развивать эмоциональные активы. То есть это такая задачка, то предприятие, которое создают, то будут его клиентами. А практически любой бизнес, который имеет, к примеру, заводы-пароходы, материальные активы, либо какие-то бренды, торгуют брендами. Но третий актив, который в принципе в природе существует, это эмоциональные активы. Это то, что иногда называют человеческим капиталом, а бужуи называют это иллюзорными активными. То есть в их понимании это какая-то непонятная какая-то иллюзия. Но и тем не менее это есть по факту, и сейчас этому уделяется очень большое внимание. То есть практически это предприятие, оно создается, изначально проектируется под данную задачу, но через что? Через создание таких условий на работе, дома, в сообществе с соседями, где большое внимание уделяется эмоциональному интеллекту. То есть тем состоянием, в котором мы находимся, теми отношениями, которые между нами происходят, коммуникациями, как мы это делаем. И в этом плане мы предлагаем продукт, и здесь мы с Денисом идем в одну сторону, то есть это как некоторое пространство, Денис называет пространство для самоинализации человека. А я уже более детально, как технолог, расписываю, у меня есть технология, как это сделать. То есть у человека есть какие-то, какие-то качества. Человек может находиться в таких-то, в таких-то состояниях. Человек может испытывать какие-то, какие-то чувства и эмоции. И для разных ситуаций вот этот набор качеств, состояний эмоций, он разный. И это все можно, во-первых, научиться в этом разбираться, а с другой стороны, это применять у себя в семье, на работе. И вот эту профессию человека, который будет как раз разбираться в этом, я называю социального инженера. Социальный инженер – это тот, который, меняя себя, меняя свои качества, меняет мир. Понимаете? То есть мы меняем мир «мне» через другого человека. Говорим, так, ребята, вы живете неправильно, надо правильно жить теперь, да? А ты меняешь себя, меняешь себя и через это меняешь весь мир. Вот, собственно говоря, очень коротко такой, сколько я успел там уложиться, да? Но в двух словах, для того чтобы этот миллиард был, эта вот технология пойдет в какие направления? Нужно жилье, нужна работа и обеспечение, нужно образование, нужна семья. И вот эти вот там порядка 17 направлений, в которых, собственно говоря, социальная инженерия будет развиваться. Хорошо, я сейчас хочу сфокусировать формат. Мы сейчас даем обратную связь, отвечая на два вопроса. Что было хорошо, что мне понравилось, и чего мне не хватило? То есть, в чем мне не хватило, и говорю, или что хорошо, что понравилось. Само по себе тема меня заинтересовала, это было очень интересно. Но если этот проект, то цифр в каком-то виде я увидел, а содержание проекта, и мне очень непонятно. Не хватило содержания проекта, и они их после него происходят. Мне очень понравилась цифра, которая нарисована на листочке. Как затравка, как привлечение внимания, как фокусировка. Мне не хватило раскрытия неких противоречий, которые были объективно заложены в вашем тексте. Я пытаюсь как-то сформулировать в рамках правильной передачи информации. И, соответственно, оно вызывает у меня другое восприятие. И мне не хватило вот погружения. То есть, я тоже содержание не увидела. Мне не хватило прямой связи между тем социальным инженером, как он будет развиваться, как он мярдом. Тема началась, была интрига, может быть, в чем. Но я случайно посмотрела на время и поняла, что на седьмой минуте я уже потеряла связь логику того, что ты говорила. Тебе не хватило? Ну, мне не хватило логики восприятия. То есть, вот о чем мы говорим, понятно, непонятно. Четкость изложения. Ну, логика потерялась, и я уже потом какие-то кусочки... Ну, мне не хватило вот про строение, о чем ты говоришь. То есть, у меня пошли кусочки рваные восприятия. Что было хорошо, что понравилось, и чего не хватило? Чего мне не хватило? Нет, ну, тем интересный миллиард русский. Перекрещение слов социальности и инженер. А чего не хватило? Ну, во-первых, не входило замысла самого. То есть, как видится решение этой задачи. Второе. Очень большое... Я так понял, что все это было введение, по сути. Да, я это уже сам понял. Просто поймите одно. У меня был такой рекорд, я Денису... Ну, Денис когда-то закусился за это, вцепился в меня и говорит, так, ну-ка, рассказывай мне. Вот. Я ему рассказывал 32 часа, собственно говоря, непреревного... Мы встречались. Мы встречались, там было четыре встречи, где вот я хотел понять, что ты хочешь. Мы сидели и говорили. Это было долго. В конце я понял, что... Я не очень понял. Его большая. Вот. А у вас-то есть оно? Да. Ну, тебе это понравилось? Ну, я просто понял сейчас, что, ну, действительно, 20 минут мне нужно где-то в половину ужать подводку. Да. Да, потому что мне не хватило шагов. То есть, практических. То есть, заход хороший, миллиард русских, да. Очень, да. А вот, что конкретно? Куда ломиться, что делать? Ничего не понятно. Дети нужно по-другому, потому что с одной стороны, готова повторить те же слова, да, хорошие идеи. А с другой стороны, представить, что это эти же идеи выставить, и будут вопросы конкретных детских. А для чего? А для чего этот миллиард русский? Какие цели мы хотим решить? Запомнись с Африками, русских, великих, великих, что мы хотим делать? И вот без этой идеи, да, вперед коммунизму или еще куда-то. А все остальное делается бессмысленно. Можно еще одну вещь скажу? Из этой фразы, которая мне очень нравится. Первая, плохих, хороших людей больше, но плохие лучше велины. А вторая, это небольшая, но хорошо организованная группа людей, особенно изменить многое. Поэтому вот как бы вы идеи свою начали рассказывать, я вот эти две вещи хотел бы вам подумать над ними. И что я вижу? Есть очень много разных сообществ небольших. Я даже не компьютерный час. Последние два месяца, даже три, я задался целью, очень мало общался с людьми и стал общаться много. Былать в разные компании, именно сообщества, группы, вот типа как этот клуб. Есть просто много интересных, потрясающих клубов, где людям будет интересно ваши идеи. Может быть тогда вы себя назовете, возьмете роль интегратора к этому. То есть есть много интересных групп, сообществ, они друг с другом не общаются, не пересекаются. А в чем-то какие-то идеи, про которые вы говорили, им близки. И вы бы смогли в какой-то степени либо зародить у них желание реализовывать ваши идеи, либо объединить. Это по-моему реальнее, чем пытаться сделать что с нуля. Вот у меня вопрос такой, да? Можно вопрос? Время закончилось? Ну, вопрос можно. А если бы подводка была меньше, нормально бы это воспринималось? И было бы, что мы тут опять точно. Цель неяснена. Цель неяснена. Снижение непонятное. Время сражения я близко с собой постоянно взгляну. Неуверенность в себе, вот, и я просто, и при моменты, когда они просто учили жить. Я так, сидела мне пошло раздражение. То есть не было контакта с аудиторией направленности, но вообще не стала постоянной поддержкой, поддержать, наверное, вниз. Ну что ж, формат анонса, он такой как раз и есть. Человек учился говорить. Давайте поблагодарим Андрея за смелость. Ну что ж, шесть капитанов, шесть выступающих.